Привет, друзья! Если составить рейтинг самых странных объектов Солнечной системы, то без всяких сомнений ЕПЕД будет одним из первых в списке. Внешне спутник Сатурна очень похож на гигантский грецкий орех. Эта загадочная Луна имеет несколько странных характеристик, которые трудно объяснить. В чем же заключаются эти странности, разберемся в подборке интересных фактов о ЕПЕДе, поехали. Итальянский астроном Джованни Кассини в 1671 году, наблюдая за Сатурном, открыл новый спутник ЕПЕД. Кассини обнаружил спутник на западной стороне газового гиганта, но когда он начал искать ЕПЕД на той же орбите на восточной стороне, его там не оказалось. ЕПЕД отсутствовал в течение нескольких десятилетий, до тех пор, пока с помощью усовершенствованного телескопа, астроном снова не обнаружил его в 1705 году, но заметно потускневшего. И это было удивительным началом на пути к пониманию странного ЕПЕДе. Первое свое название спутник Сатурна получил в честь французского короля Людовика XIV, но у ученых из других стран название не стало популярным. Повторно Луна была названа англичанином Гершелем в 1847 году. ЕПЕД в древнегреческой мифологии, один из Титанов, сын Урана и Геи, отец Прометея и Атланта. Еще одна странность ЕПЕДа по сравнению со всеми крупными спутниками Сатурна, это его удаленная и наклоненная на 15 градусов орбита. ЕПЕД движется по вытянутой орбите на среднем расстоянии от Сатурна, 3,56 миллиона километров, периодически приближаясь к нему на 3,459 миллиона километров и отдаляясь на 3,663 миллиона километров. Таким образом, она примерно в три раза дальше от планеты, чем и ее спутник Титан. В списке спутников Сатурна по их отдаленности от материнской планеты, ЕПЕД-24, орбитальная скорость этой Луны, 3,3 километра в секунду, а полный оборот вокруг Сатурна, совершает примерно за 79,3 земных суток. Небесное тело имеет поразительную окраску, его передние полушария, черное как уголь, а заднее, белое как снег, их светоотражающая способность отличается в 10 раз. Одна из основных теорий образования двух различных видов поверхности ИПЕТа, самоподдерживающийся процесс испарения водяного пара с темной половины спутника, и выпадение этого пара в качестве иния на светлой стороне спутника. По данным инфракрасных камер космического аппарата Кассини, температура темного полушария около минус 143 градуса под Цельсию. Такая температура обеспечивает возможность медленной сублимации водяного льда, прямого превращения его в пары воды, минующего жидкую стадию. Пары воды образуют очень разряженную атмосферу вокруг всего спутника. В светлом полушарии ИПЕТа температура ниже, и эти пары тонким слоем иния оседают на поверхности, делая ее еще более светлой. Также есть предположение, что вещество, покрывающее темную сторону, это слой космической пыли, принесенный другим спутником, Фебой, который двигается навстречу. Стоит обратить внимание на тот факт, что полюса ИПЕТа кажутся как бы вдавленными внутрь, в то время как его экватор выпирает наружу, создавая заметную эллиптическую форму. Диаметр на экваторе спутника составляет 1492 километра, а на полюсах всего 1424. Компьютерное моделирование показало, что подобную форму спутник мог бы приобрести, имея период вращения вокруг оси 16 часов. Но очередная странность заключается в том, что ИПЕТ захвачен приливными силами Сатурна. Его сутки равны периоду обращения вокруг газового гиганта, и составляют 79 дней. Экваториальный хребет ИПЕТа протянулся на 1300 километров, он имеет ширину около 20 километров и возвышается на 13 километров над поверхностью. Никто точно не знает почему и как он образовался, но есть несколько теорий. Первая гласит, что неизвестный источник внутреннего тепла, например радиоактивный распад изотопов, вызвал таяние большого количества льда по всему спутнику, кроме экваториальной области. На этом участке поверхность начала сжиматься от все убыстряющегося вращения тела, образовался горный хребет. Вторая, альтернативная теория возникновения горной ИПЕТа, Луна когда-то имела собственную кольцевую систему, которая впоследствии по какой-то причине упала на экватор. Небольшая плотность ИПЕТа, которая составляет 1,07 грамма на кубический сантиметр, говорит о том, что в его составе преобладает лед, а камень занимает не больше 25% от общей массы. Поэтому основным цветом спутника является все-таки белый цвет. Более темную часть назвали в честь первооткрывателя Кассини. Яркое полушарие носит имя Рансивальской земли. Это и другие названия, присвоенные крупным объектам на поверхности ИПЕТа, даны в честь имен героев, мест и событий с французской героической поэмой «Песня о Роланде». Все местные кратеры названы по именам персонажей этого произведения, франков, их союзников и других положительных героев в яркой области, их противников на темном полушарии или на пограничных участках. В книжной версии произведения «Космическая Одиссея» 2001 года, ее герой, астронавт Дэвид Боуман, достигает Сатурна и находит на ИПЕТе то, что оказывается звездными вратами. Он выясняет, что создание этого объекта привело к частичному разрушению спутника. В центре белого региона ИПЕТа обнаруживается один из знаменитых черных монолитов. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы способствовать распространению знаний, так глупости будет меньше места в этом мире, всем успехов и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok